Депутаты приняли отставку главы Рязани Андрея Кашаева, исполняющим обязанности назначен Александр Чайко. Новый год под контролем, а мерах безопасности в праздничные дни. Депутаты Рязгордумы удовлетворили просьбу Андрея Кашаева об отставке. Напомним, глава Рязани и председатель Гордумы решил сменить работу и заняться научной деятельностью и займется теперь развитием Рязанского института российского образования. В самом начале заседания депутаты приняли к рассмотрению дополнительный вопрос о досрочном сложении полномочий главы муниципального образования Андрея Кашаева. Решение было принято путем тайного голосования. Число голосов, поданных за проекты решения – 28. Число голосов, поданных против проекта решения – 2. Число выдержавшихся – 2. По иконам тайного голосования и соответствующих чайных 5 ст. 22 регламента Рязанской городской думы утверждено решение Рязанской городской думы от 9 до 12 до 10 за номер 708-1. Как и предполагалось ранее, экс-глава города остался в депутатском корпусе, а исполняющим обязанности председателя стал его бывший первый заместитель Александр Чайка, чье назначение предусмотрено уставом Рязани. Напомним, о желании покинуть свой пост и возглавить Рязанский институт развития образования Андрей Кашаев официально объявил 18 декабря в ходе встречи с губернатором Олегом Ковалевым. Помимо этого, депутатами был принят ряд важных для города проектов. В частности, депутаты одобрили решение об установлении льгот – освобождение от арендной платы за землю на 60% от сумм, зачисляемых в бюджет города Рязани для физических лиц, имеющих льготы. Кроме того, льготы сохраняются в прежнем объеме всем категориям арендаторов земли, которые пользовались льготами в 2015 году. Среди них пенсионеры, многодетные семьи, дети, сироты, родители и супруги военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Также депутаты рассмотрели и одобрили установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за проезд в муниципальном общественном транспорте. Полностью от платы освобождаются студенты-сироты, студенты, оставшиеся без попечения родителей и студентки, являющиеся матерями-одиночками. Предновогодние дни – это не только праздничная суета, но и последняя возможность определиться с форматом будущей пенсии. Напомним, до конца 2015 года россиянам 1967 года рождения и моложе можно выбрать один из двух вариантов – формировать только страховую пенсию, либо и страховую, и накопительную части. Государство дает людям на выбор два варианта. Либо выплаты будут состоять из одной страховой части, то есть 22% от официальной зарплаты, либо формироваться из нескольких частей страховой, она составляет 16%, и накопительной – 6%. Вторая модель предполагает, что человек выберет инвестиционную компанию, которая будет управлять его накопительной частью. До конца 2015 года граждане 1967 года рождения и моложе должны определиться с выбором. Иначе эти 6% автоматически перейдут в страховую часть и будут храниться в государственном пенсионном фонде без возможности инвестирования. Безусловно, у обоих форматов есть свои плюсы и минусы. Вариант с накопительной частью – это возможность самому влиять на процесс формирования пенсии, увеличить ее или, например, передать по наследству. Но с другой стороны, государственная компания – гарантия стабильности будущих пенсионных выплат. Страховая пенсия ежегодно индексируется. По словам специалистов, объективно оценить, какой вариант лучше, удастся только лет через 15-20, когда начнутся выплаты с формированных накопительных пенсий. Вопрос о мерах по обеспечению безопасности граждан по-прежнему остается актуальным. В период подготовки новогодних и рождественских праздников планируется задействовать более тысячи сотрудников полиции. Сотрудники ОМОН с использованием технических средств и служебных собак обследуют площадь Победы и прилегающую к ней территорию на предмет поиска взрывных устройств и взрывчатых веществ. Территория проведения праздника будет огорожена по периметру парапетами. Также будет организовано 5 КПП с рамочными металлодетекторами. Мы с вами должны максимально обеспечить безопасность наших горожан и сделать все для того, чтобы все праздничные мероприятия прошли на достойном уровне и чтобы мы с вами, как я уже сказал, максимально обеспечили безопасность наших людей во время проведения этих мероприятий. Органами надзорной деятельности регионального МЧС проводится проверка 35 мест проведения общеградских массовых праздничных мероприятий. Контроль за безаварийной работой потенциально опасных и химически опасных объектов будет осуществлять единая дежурно-диспетчерская служба города Рязани во взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами объектов по ликвидации аварийных ситуаций на территории города. Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации силы и средства экстренных служб областного центра будут приведены в режим повышенной готовности. Будут привлекаться народные дружинники, горботники, оборудования, правонарушения, обеспечения общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий. Также в цели обеспечения безопасности при подготовке к проведению мероприятий управления культурами будут проведены следующие мероприятия. Управление мы дадим приказ от 16 декабря об организации дежурно-диспетчерской службы управлением будет 30 февраля, год 10 января. В этом же приказе руководители подведутся к учреждению данные указания в организации дежурно-диспетчерской службы со стороны в вере в этом учреждении. На классных часах и родительских собраниях в образовательных учреждениях проводится работа с учащимися и родителями по использованию пиротехнических средств в быту. Особое внимание уделено вопросу использования сертифицированных елочных гирлянд и украшений. Свою работу ведет и инженерно-технический персонал организации, обслуживающих жилищный фонд. Проведена проверка наличия и исправности дверей и запорных устройств в многоквартирных жилых домах с целью ограничения несанкционированного доступа посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения жилого фонда. Продолжается проверка исправности газового отопительного оборудования в жилых домах в соответствии с поручением губернатора Рязанской области. Кроме того, глава администрации рекомендовал префектурам районов во взаимодействии с УМВД по городу Рязани обратить внимание на безопасность во время проведения ярмарок выходного дня, который в преддверии праздника посещает большое количество жителей города. Также охранять общественный порядок в новогодние дни планируют народные дружинники и частные охранные предприятия. Наталья Новикова расскажет об этом подробнее. В период праздников и во время массовых мероприятий рязанские полицейские дополнительно привлекают к охране общественного порядка сотрудников частных охранных предприятий. Привлекаются они на основании статьи 3 закона о частной охранной детективной деятельности в Российской Федерации и постановления правительства 587-го, которое дает им право содействовать правоохранительным органам в охране общественного порядка. К охране общественного порядка привлекаются наиболее подготовленные ЧОП, которые оснащены средствами связи и автомобилями. Все наряды частных охранников обеспечены прямой связью с дежурными частями полиции и готовы в любой момент передать информацию о правонарушении или оказать содействие в пресечении противоправных действий. В период праздников и массовых мероприятий сотрудники частных охранных предприятий это эффективное подспорье для полицейских. Уже сейчас они охраняют правопорядок на центральных площадях Рязани и других городов и населенных пунктов области. Плюсы это они имеют связь со всеми дежурными частями территориальных органов, в том числе и с УВД области, что позволяет более эффективно их использовать и соответственно позволяет также и гражданам обращаться к сотрудникам охранных предприятий, которые могут им помочь, вызвать сотрудников дежурных частей или иных организаций, которые окажут необходимую помощь при возникновении каких-то ситуаций нештатных. Пока у праздничных елок немноголюдно, но вскоре излюбленные места гуляний горожан будут заполнены и тогда полиции особенно понадобится надежная помощь частных охранников. Многие жалуются на то, что отсутствие снега подрывает новогодний настрой. А для некоторых жителей нашего города это, к сожалению, не единственный фактор, портящий праздничное настроение. Оксана Тебенихина побывала в доме номер 5, что на улице Вторые Бутырки. Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году ведется в нашем регионе активно. Есть уже и результаты работы, есть уже и отзывы, причем как положительные, так и отрицательные. К примеру, жильцы этого дома на улице Вторые Бутырки столкнулись с такой проблемой, как протекающая крыша. И сейчас климат в квартирах им приходится налаживать буквально с помощью зонта. И это пока температура на улице положительная. К Новому году синоптики обещают сильные морозы. И какие последствия выльются из этого, понимаете сами. Про зонт это, кстати, не шутка вовсе. С середины ноября, а именно тогда, начали ремонтировать крышу 12-ти этажки, жильцов 20-ти квартир успела затопить уже три раза. Причем не слабо. Компания «Спецстройрегион», видимо, взялась за работу не в тех погодных условиях. Вот значит, они привезли, сгрузили, асфальт уже остыл. Пока мальчик нагрузил, поднял наверх, он еще остыл. В итоге асфальт из горячего состояния превратился в что? Он стал как сыпучий песок. Я, кто приходил, тот прораб, я и говорила, вы что сделали? Вы нашу крышу превратили в решеток. Еще одной проблемой стало то, что горе-специалисты засорили ливневку на крыше. И в первый же дождливый день с потолка на головы людей полилась вода в перемешку с битумом. Да и ремонт, который должен был завершиться до 17 декабря, по мнению жильцов дома, уже подзатянулся. В итоге им такое отношение к себе надоело, и договор с подрядчиком был расторгнут. Недобросовестные строители ушли, а мусор у дома оставили. Застывший асфальт в перемешку с битумом и осколками бетона так и лежит у парадного входа. Я подошла к Вашнину и говорю, Игорь Васильевич, вот то-то, 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 значит, что за собой не убрали, почти целая машина асфальта. Я говорю, лебедка стоит, бочка, я говорю, был сильный шторм. Не дай бог, я говорю, что вот этот, значит, как сорвется и кого-нибудь убьет. Это очень страшное дело. И все это безалаберно уже, я говорю, дней 10 так. Галина Григорьевна, я была пьяна, у Ольга Владимировна все фотографировала. Он сказал, у меня, говорит, все фотографии есть, Галина Григорьевна, мы все это уберем. До Нового года я вам даю обещание, что мы все это уберем. Сейчас жильцы дома пытаются добиться от руководства регионального фонда капремонта хотя бы окончания ремонтных работ. О качестве уже никто и не заикается. И пока рязанцы активно готовятся к новогодним праздникам и наряжают свои квартиры разноцветными лампочками и мишурой, жители дома номер 5 на улице 2-й Бутырке всеми силами пытаются добиться компенсации за испорченный ремонт в своих квартирах. Вот такое предновогоднее античудо. Уже несколько лет в одном из детских центров проходят новогодние утренники под шеством Рязанской автоинспекции. Марина Комиссарова побывала на таком празднике и узнала, как строгие дорожные полицейские превращаются в добрых новогодних волшебников. Практика проведения детских новогодних утренников в одном из детских центров города уже стала для госавтоинспекции доброй традицией. В преддверии самого сказочного в году праздника сотрудники ГИБДД организуют целую череду елок для ребят до 10 лет. Здесь в торговом центре Полсинаут уже несколько лет функционирует детская автоплощадка. Мы нашли понимание у дирекции торгового центра. И здесь ежедневно могут родители сюда приводить детей. Они будут получать хотя бы минимальные знания о правилах дорожного движения. И здесь иногда тоже сотрудники госавтоинспекции приходят и с детьми проводят тематические какие-то праздники, мероприятия. И сегодня одно из этих мероприятий посвящено Новому году. Отличному празднику с подарками, с хорошим настроением. И вот именно когда будет проходить это мероприятие новогоднее, оно будет посвящено все равно правилам дорожного движения. И даже на этом празднике дети получат некоторые минимальные знания правил дорожного движения. Мы стараемся вообще подходить к этому достаточно креативно и закладывать наши знания, распространять нашу информацию, в том числе и даже на таких праздниках и мероприятиях. Сказочная история, в которой могли поучаствовать дети, была подготовлена инспекторами ГИБДД. И на этом утренники ребята могли не только весело провести время в компании зимних сказочных персонажей, но и познать азы правил дорожного движения. Ведь, как известно, в игровой форме любые правила запоминаются гораздо лучше. Сегодня здесь будет и снеговики, и Дед Мороз, и Снегурочка, и все-все-все. Но основной мотив этого мероприятия все равно правила дорожного движения. Пусть в игровой форме, но дети все равно получат знания. И в конечном итоге вот эта информация о безопасном поведении на дороге, мы стараемся ее закладывать с помощью разных мероприятий. Мы приходим и в школу, и в детские сады, и общаемся с родителями. А приходим в школу, мы там не только с ними играем или проводим какие-то конкурсы, но и разговариваем на серьезные темы. Такая форма пропаганды безопасности дорожного движения среди самых маленьких жителей нашего города оказалась эффективной и полюбилась и детям, и родителям. Поэтому подобный формат детских праздников с полезным подтекстом сотрудники ГИБДД используют довольно часто. И напоследок. Стало известно, что рождественский караван «Кока-Кола» завтра приедет в Рязань. В пятницу вечером караван сделает остановку на площади Победы. Именно там будет проходить специальная праздничная программа, которую подготовили волонтеры. Ежегодно сотрудники компании покупают подарки, наряжаются в костюмы новогодних персонажей, развозят подарки детям и подросткам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Всего за новогодние дни караван побывает в 73 городах России. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok